Итак, это обзор сектора российского ритейла, компании Lenta, M-Video, Magnit и X5 Retail Group, она же пятерочка. Сразу начну с того, что рынок у нас сегодня находится в бычьей фазе. В первую очередь за счет роста цены на нефть, во вторую очередь именно из-за того, что китайцы и американцы между собой в плане торговой войны договорились о том, что китайцы будут откупать и дальше сельскохозяйственные продукции из Штатов. И этот рынок воспринял позитивом, на фоне чего сегодня продолжается такое восхождение вверх, особенно после вчерашней большой экспирации фьючерсов. Но еще раз скажу, что учитывая рыночную перегретость, какая-либо коррекция в рынке локальная, она в любом случае состоится. Так что под эту локальную коррекцию лично я буду в дальнейшем откупать под инвестицию, уже не под спекуляцию, а чисто под инвестицию сектора ритейла. И про этот сектор мы сегодня с вами конкретно поговорим. Начнем, пожалуй, с компании Магнит. Ранее была у Магнита дивидендная отсечка, 17 июня дивиденд составил плюс-минус 4% годовых. Вот, Магнит открылся гэпом вниз, 18 июня, и теперь навес дивидендов в Магните уже ушел. Все, его нету. Цену больше за уши тянуть, скорее всего, не будут. Поэтому и проторговка плюс-минус в диапазоне 4 тысячи, дефис 3500, она выглядит более логично и рентабельно на сегодняшний день. Особенно учесть то, что Магнит тоже акция сейчас довольно перегретая, то проторговка вот в этом диапазоне, она выглядит более логичной на текущий момент времени. Фундаментальный, я бы хотел про Магнит обозреть парочку вещей. Давайте начнем, пожалуй, с МСФО по Магниту. Начнем с того, что чистая прибыль Магнита в первом квартале 2020 года увеличилась на 30%. Чистая розничная выручка в первом квартале увеличилась на 17,5%. Третье. Магнит пересматривает план по открытию и обновлению магазинов в 2020 году на фоне ограничений из-за коронавируса. Четвертое. Магнит в 2020 году может снизить объем кооб затрат по сравнению с предыдущим прогнозом. Ну и в первую очередь его продажи выросли на фоне ажиотажа, покупки продуктов, туалетных бумаг, как очень даже странно, я бы сказал, из-за коронавируса. То есть общественная паника была. Второй момент. Магнит откроет 1100 магазинов в Дрогере в 2020 году. Ну и в перспективе то же самое. То есть у Магнита сейчас имеется диверсификация продукции. Это Магнит продуктовый, Магнит аптека и Магнит косметика. Там продают косметические товары, товары для дома и прочее, что необходимо в бытовой жизни. Отмечу то, что розничная выручка формата Дрогере в 2019 году выросла на 20,5% и достигла 109 миллиардов рублей за предыдущий финансовый год. И сопоставимые продажи сети Магнит косметик увеличились за прошлый год на 3%, продемонстрировав лучшую динамику среди всех форматов компании. Далее я хотел бы провести корреляцию Магнита деятельности и с коронавирусом. Почему? Потому что сейчас в мире будет беспрецедентный толчок в виде перехода ритейлеров, причем массовый переход ритейлеров, он уже осуществляется на сектор онлайн продаж. К примеру, в Магнит пришла команда, бывшая из Ламоды, которая развивала в Ламоде сектор онлайн продаж. И данный фактор, он заставляет задуматься, что Магнит сейчас диверсифицирует свои продажи не только в секторе живой торговли, но и в секторе еще онлайн торговли. То есть есть офлайн розницы, да, и есть онлайн через интернет. И сейчас народ настолько реально обленивается, что начинает скупать продукцию именно через онлайн сектор, нежели чем выходить из дома и булочки свои подвигать, купить, принести и прочее. Ну ладно, на самом деле-то пофигу на этот фактор, главное, чтобы прибыль Магнита в дальнейшем росла. В самом Магните, да, имелись кап-затраты, но из-за коронавируса их умеренно снизили. Ну а в будущем, как сеть развивалась, когда она будет развиваться, отмечу даже другой фактор, то что ранее ВТБ в году, по-моему, 17-18 подкупал Магнит примерно по 4 тысячи рублей за акцию. И суть в том, если брать в период долгосрочную перспективу, то в Магните будет дальнейшее U-образное восстановление цены хотя бы к 7-8 тысячам рублей за акцию. К примеру, в текущий момент времени я Магнит, я вообще весь сектор ритейла рассматриваю под оборот, то есть вообще брать его охватом. Все возможные продуктовые компании в первую очередь, это важно на самом деле. И ВТБшники, когда они входили в Магнит, они четко поставили для себя цель. И при этом ВТБ, насколько я знаю, они откупали Магнит на предыдущем обвале коронавирусом, когда цена пошла к 2 тысячам рублям за акцию. То есть Магнит это та изюминка, на которую нужно тоже ставить ставку. Давайте перейдем к фундаментальному анализу данного эмитента. Начнем с того, что показатели PE, PB и PEG на них в Магните обращать внимание нет никакого смысла. Почему? Потому что здесь работает совершенно иной фактор. Не классический фундаментальный фактор, а фактор дальнейшего развития концепции данного бизнеса. Тут, например, PE составляет 33,9 пункта, среднерыночный 8 пунктов, промышленный 19 пунктов, PEG 1,5 пункта, цена баланса PB 2 пункта, среднерыночный 0,9, промышленный 1,7. То есть мы сейчас говорим не про эти циферки, а говорим про дальнейшую концепцию развития данного бизнеса. То есть я сейчас акцент ставлю на то, как будут действовать ВТБшники в будущем. Когда цена будет доходить до отметки примерно в 7-8 тысяч рублей в этом диапазоне, они, скорее всего, будут его продавать, долю Магнита по такой цене. Потому что это вложение в ВТБ они в то время делали под долгосрочную инвестицию, в первую очередь. ВТБшники с Магнита имеют тоже и пассивный доход в виде дивидендов, которые потом посыпают на баланс группы банков ВТБ. Так что и в перспективе, технически, фундаментально и по прочим аспектам цена на Магнит восстановится. Поэтому я и, когда начнется локальная коррекция на индексе РТС, я буду брать охватом вообще весь сектор ритейла. Потому что в долгосроке данная инвестиция, она, естественно, окупится. Далее имеется прогноз о том, что выручка Магнита будет в дальнейшем расти, с чем я реально солидарен. Почему? Потому что Магнит сейчас работает охватом. Он не только продукцию впаривает народу, он впаривает косметику, впаривает свои метустуги, имеется в виду фармацевтическая деятельность у него и прочее. И потом еще будут впаривать онлайн-продажи. То есть обширный, скажем так, охват идет. При этом чистая прибыль тоже будет постепенно наращиваться из года в год. То есть вы видите, значение earnings выше, выше. Вот эта голубая, не revenue выручка, а вот earnings, да, видите? Выше, выше, выше. И я с этими ребятами солидарен, те, кто анализ проводил. На фоне чего, при поступлении прибыли, Магнит будет просто увеличивать дивиденд, денежный поток на одну акцию. А повышение дивидендов, оно сыграет важную роль в переоценке акций Магнита в рынке. Поэтому и сектор ритейл нужно брать охватом. Магнит и пятерочка это первоочередные две компании. Далее, долговая нагрузка в 2020 году в Магните увеличилась. Но тут важно понимать другое. То, что у всех ритейлеров долговая нагрузка довольно весомая. Баланс этого Магнита находится под долговой нагрузкой. Изначально данная долговая нагрузка увеличилась в связи с тем, не из-за коронавируса, не из-за этого, а из-за того, что Магнит планировал в течение текущего года также массово, обширно открывать новые сети магазинов своих Магнит. То есть все это пошло бы на корпоративную тематику развития дальнейшей концепции бизнеса Магнита. То есть чем больше магазинов, брать это охватом весь рынок, тем больше будет выручки в сам магазин, по самой сети Магнита. И сейчас тоже проходит информация о том, то, что я даже сам вижу, у меня тоже Магнит в районе находится, их там штук 5, наверное, этих Магнитов у меня в районе. И знаете, вот куда я не хожу, везде продавцы, руководители магазина, знаете, как вот пляшут, как на пиках точных, скажем так, грубое сравнение, но по факту почему? Потому что им, им уже насело руководство на уши. Типа, давайте, господа, продавайте как можно больше товаров. Нам нужно считаться преимуществом с акционерами. И я не гоню сейчас, господа, это правда. Потому что в совокупности факторов Магнит пытается увеличить свою выручку в дальнейшем, на фронте будет расти чистая прибыль. И будет расти дивидендная доходность компания. То есть в долгосрочной перспективе акции Магнит, они в прямом смысле переоценятся. В пользу роста. Далее дивидендная доходность компании. Ну плюс-минус равняется диапазон, давайте, с 7-8% годовых. Это в принципе нормально. Это реально нормальная дивдоходность. И по нынешней цене почти что в 4 тысячи рублей за акцию. По Магниту почти что в 4 тысячи рублей за акцию. Эта доходность прям, ну я не знаю, это шикарная доходность, наверное. Учитывая то, какие сейчас процентные ставки по вкладам в банк, депозитам, да, это дно. 4% годовых по сравнению с 8%, господа, это полное дно. Поэтому и я даже не исключаю тот вариант, что народ в будущем, ну точнее они уже начали переходить на фондовый рынок, рынок акций. Даже вопреки фундаменталу компании, любой компании, господа, это запомните, пожалуйста, раз и навсегда. Вопреки фундаменталу любой компании, вот приток денежных средств, он цену сподвинет выше. Потому что сейчас народ ищет наше общество, соотечественники наши, да, в нашей стране, ищет повод, куда бы вложить еще. Не по 4, блин, процента, а хотя бы под 8%, в прямом смысле. Там хотя бы 6-8% годовых. И они приходят в рынок акций. Да, они и в облигациях тоже чалятся, но из-за меня в акциях, учитывая ту пропаганду, какая сейчас в обществе у нас там, средства массовой информации и прочее. И знаете, в чем факт? Я не вижу лично прецедента, вот в прямом смысле, какого-то накола из-за того, что в СМИ идет агитация за фондовый рынок. Нет. Почему? Потому что сейчас стоит перед страной тот фактор, перед даже какой-то частью экономической составляющей страны, чтобы рынок разогнать, запампить его массово. Не миллионом, там, двумя миллионами рублей, да, а миллиардами рублей. Может, даже, там, триллион. Ну, я условно говорю, хотя это маловероятно, там, миллиардами. Чтобы тот же самый РТС потом в перспективе загонять его выше. Выше, выше, выше. Почему? Потому что сейчас в РТС формируется формация треугольника, да, и мы находились 12 лет в этой формации. То есть в один момент нужно будет из нее выходить. Вниз выходить нелогично, потому что мы уже на дне стоим. А выходить выше, это выглядит очень логично. То есть 2100, 2500, даже 3000 пунктов РТС показать спокойно себе может. Но не сейчас, не сегодня, не завтра, а в перспективе ближайших лет. Может, лет 5-6, там, плюс-минус. Как жизнь покажет уже, так оно и будет. Поэтому технически, вот после разбора фундаментала, и давайте сейчас еще перейдем на МСФО, кстати, говорю, тоже есть там пару моментов, которые хотел бы я высказать. Все это снижение прибыли за 19-й год, не выручки, а чистой прибыли. А знаменовано только лишь корпоративными затратами компании. И все. Эти корпоративные затраты, они начались именно с 15-го года, когда Магнит вышел из своего Краснодарского региона и пошел по всей стране шествие. Он начал оккупировать весь рынок. Выручка росла путем открытия новых магазинов, но прибыль падла чистая. Потому что все уходило на содержание этого вида бизнеса. И опять же, такая диверсификация, на самом деле, в будущем для Магнита придет большую прибыль. Рост выручки, дальнейшим ростом чистой прибыли. Это вопрос ближайших лет, скажем так. И поэтому ВТБшники ставку сейчас грамоту на Магнит делают. И технически, возвращаясь к теме Магнита, будет U-образное восстановление здесь, видите. Мы сейчас находимся на дне, в боковике торгуемся. И потом будет постепенно выход цены вверх. Примерно 7-8 тысяч рублей. Вот в этот диапазон, я думаю, мы точно его увидим. В ближайшие лет 5 это точно. Поэтому я и данную компанию тоже уже под долгосрочную инвестицию надо будет ее в любом случае брать. И даже вопреки обвалу рынка, вопреки коррекциям. Почему? Потому что может произойти такой фактор в рынке, какой был в начале нулевых. То есть развивающиеся рынки росли, а развиты на месте, в боковиках, кстати. Почему они росли? А потому что цены на товары сырьевые росли в свою очередь. Для нашего рынка нефть, газ, металлургия, пшено, зерно, вот все эти коммойтис, они будут сподвигать рынок нашей России дальше. На фоне чего будут просто расти прибыльности компаний. На фоне переоценки данного сырья. Рост цен на данное сырье. Поэтому и нынешние десятилетия, это будет десятилетия развивающихся рынков. Даже многие экономисты, причем знатные экономисты, причем управляющие хедж-фондом, в одной тему очень... А что тебе говорят? Не зазывал какие-то рыночные стили Голлман Сакс или Мурман Сакс, а реальные люди. Чьи прогнозы оправдывались годами. Те, кто предсказывал кризисы разного рода. Это обвалы, паники и прочее. Ну и по факту, что я вам говорю, последний год. Это десятилетие, цикл будущей экономической, за развивающимися рынками. Россия, Бразилия, Восточная Европа, Ближний Восток, Южная Азия и Океания вдобавок. Далее, X5 Retail Group, она же пятерочка. В пятерочке концепция такая же, как и в Магните. И по сути, у нас в рынке есть главные олигополисты этого рынка. Это X5 Retail Group, пятерочка, Магнит, Дикси. И теперь появляется какой-то долбаный универсам верный. Откуда он взялся, я пока, честно говоря, не знаю, откуда он взялся. Но, блин, конкуренцию универсам верный он в рынке не переживает. Потому что основные олигополисты рынка, в первую очередь, это Магнит, Пятерочка и Дикси. Даже, в принципе, Дикси сейчас с рынка уходит. Так что, это тупо Магнит и Пятерочка, все. Это два основных олигополиста в рынке нашем. Которую, в принципе, данный сектор пищевого ритейла на себе и тащат. Потому что у них главная концепция, это плюсовая концепция. Это просто расплодить множество магазинов в спальных районах. Блин, где чалится огромное количество людей. Живет, точнее. Ну, не чалится грубо, но живет, имеется в виду. Не где-то с замкадом, да? Ну, если говорить про Москву там и прочее. Не где-то там в Петербурге с закадом, пыльцевой автодорогой. А вот именно в спальных районах. То же самое в других регионах нашей страны. В спальных районах. И эти магазины приносят большую выручку, в принципе, понимаете? Потом, как бы, прибыль тоже чисто снижается за счет кап-затрат. Потому что они переоткрывают новые магазины. И сектор своего бизнеса тоже, а мы пятерочкам перенаправят на другие сферы, скажем так, ритейла. И знаете, факт в том, что во всех этих ритейлерах будет тупо развиваться онлайн-продажа. Это гребаный, понимаете, фактор. Блин, развитие дальнейшей этой системы. Просто дальнейшая формация данного бизнеса. Я уже молчу про электронных ритейлеров. M-Video, Eldorado, там, прочие компании. Мы до них тоже дойдем. Обсудим их в этом видео. Давай, теперь он на X5 Retail Group, это фундаментал компания. Тут такая же ситуация, как и в Магните. P-E, P-E, P-B, не надо на них смотреть. Тут совершенно другая формация систематизации развития бизнеса. Просто, понимаете, эти мультипликаторы, они вам говорят о том, что... Вот в данных эмитентах, о том, что эмитенты переоценены. Нет. Мы должны ориентироваться, в первую очередь, на формацию их бизнеса. То есть перспективу развития их, ну, скажем так, бизнес-процессов. Ну, например, P-E равен 40 пунктам. Среднерыночный 8, промышленный 19. P-E 2,9, P-B 5,1, рыночный 0,9, промышленный 1,7 пункта. Просто надо смотреть на концепцию развития этого бизнеса. А бизнес-то будет только развиваться. Потому что конкурентов X5 Retail Group, пятерки и Магнитов, в принципе, нету от слова вообще. Даже та же самая лента, грубо говоря, она не конкурент им. Потому что проблема ленты в том, что они находятся тупо за МКАДом, если говорить про Москву, да? Чаще всего, именно чаще всего, вот там находятся они. Не в спальных районах, а именно за МКАДом. И все эти перекрестки, да, эти магазины, это полная хинея. Почему? Олигополисты рынка, это Магнит и Пятерка. И они были ими всегда. Уж последние лет 25 точно. Ну, плюс-минус опять же. Далее, выручка компании будет равномерно наращиваться. И чистая прибыль, то же самое. Почему так? Потому что будут открываться новые магазины. И приток, точнее, открытие новых магазинов, оно сподвинет выручку этого ритейлера расти. Все банально просто. А также будет резать еще сектор и онлайн продаж. Добавок. То есть выручка со всех сторон будет идти. То есть деньги в этот эмитент, в эту компанию. Далее, долговая нагрузка над балансовой стоимостью. У всех ритейлеров, повторяюсь, долговуха над балансовой стоимостью. Это, конечно, негативно в какой-то мере. Но, блин, понимая российский сектор ритейла, они все закредитованы. Но причем они кредиты не тратят ни на... Главы компании тратят кредиты не на похабничество, да, грубо говоря, там, свои там... Такие плотские утехи, да, назовем так. А на развитие бизнеса. Блин, и мы это развитие видим. Открытие новых магазинов. Переход на сектор онлайн продаж. И опять же, я, конечно, не перевариваю коронавирус. Но, блин, благодарен, что он произошел, коронавирус. Реально, в прямом смысле. Почему? Потому что это сподвигнет банки российские, эмитенты ритейлерские. Перейти в сектор онлайн. Это необходимость. В любом смысле. Для банков так это вообще привилегия в одном, чтобы сокращать отделение. Потому что на отделение тоже тратятся неимоверные суммы денег для банков. А в онлайне там, знаете, у меня издержки только технические. Поэтому тут тоже привилегии для них есть. Но про банки-то в другое время поговорим. А главный негатив для эксперт ритейл-магнита это дивидендная доходность. Блин, она маленькая. Но в перспективе будет растущая. Но и опять же в чем факт. Чем выше прибыль, выручка. Чем выше чистая прибыль, блин, тем выше дивиденды. И это, блин, переоцененность будет компания. Переоценка. Она будет в том, что не 2000 рублей за акцию, а там 3000 может еще выше. Конечно, апсайт в пятерке не такой, как в магните. То есть там апсайт не в 2-3 раза вырасти. У пятерки там 3000 рублей за акцию плюс-минус есть. Потому что в магните другая история. Она стоила 11 тысяч рублей за акцию. И вот там она была реально переоценена. 11 тысяч. Не 2-3 тысячи, там 4000, а 11 тысяч. Там переоцененность. А в пятерке мы сейчас ставим, по сути, на исторических максимумах в текущий момент времени. Давайте перейдем на МСФО по пятерке. Ну вот вам факт. Сейчас посмотрим. Плюс-минус с 2017 года. Вот был пик у нас. Чисто прибыли, да? И потом началось его снижение. Чем это связано, господа? С тем, что открываются новые магазины. Деньги тратятся на кредитную нагрузку, на открытие новых магазинов, содержание сотрудников, товарооборота, содержание техническое составляющее. На фоне чего и чистая прибыль она снижается. Но, блин, это в будущем аукнется плюсом для X5 Retail Group. Потому что выручка, она будет расти. Но при этом кап-затраты в магните, в пятерке, они не вечные. Все это уходит под кап-затраты сейчас. Они не вечные. Поэтому, когда кап-затраты, магнит, пардон, пятерку будут тоже сворачивать, компания будет тратить эти деньги тупо на дивиденды. И будет тупо потом переоценка акций. Это наш российский рынок. Это реалия его. Но при этом главные привилегии, повторяюсь, в том, что они переход тоже на онлайн-продажи. Это, блин, очень важно. Это очень важно. В текущий момент времени. Далее, технически. Ну, повторяюсь, цена стоит в боковике с 2019 года. Ну, исторически максимум, по факту. Максимум-максимум. Был 2500 рублей за акцию. Ну, мы около него, в принципе, и стоим сейчас. По факту говоря, что я могу сказать про X5 Retail Group? Если его и подбирать в идеале, то где-то в диапазоне вот в этом. То есть, 2.258, дефис 2.153. И подбирать еще раз не под спекуляцию, а под инвестицию. Почему? Потому что сейчас есть резон предположить, что будет локальное коррекционное движение в рынке. И это локальное движение, оно может вызвано быть на 5, 10 и даже 15 процентов. На фоне чего просто могут все наши акции пойти в коррекцию. Точнее, не могут, они пойдут в коррекцию. На снижение уже рынка. И я считаю, что это просто необходимость на самом деле. Потому что перегретость имеется локально в рынке. Поэтому 5, 10, 15 процентов коррекции. И, блин, получим магнит по 3400. Получим пятерку по 2000 рублей за акцию. Там 2200. Получим там прочие ритейлеров тоже подешевле. Вопрос времени. Просто вопрос времени. Но, опять же, учитывая дальнейший потенциал, на самом деле, развития данного сектора бизнеса, вот данного одного из олигополистов, глобальных олигополистов нашего рынка, то, повторяюсь, чем выше дивиденд в X5 Retail Group, тем дороже будет компания. И, как минимум, там 2500, там 3000 рублей за акцию компания, конечно, покажет в будущем. Но, опять же, это вопрос не одного месяца. Это вопрос ближайших лет. А учитывая, как они агрессивно сейчас развиваются, эти два ритейлера, они будут стоять намного дороже, чем сейчас. И поэтому, повторяюсь, я буду брать их охватом, этот сектор ритейла. Но это, опять же, моя стратегия инвестиционного характера. Спекулировать сейчас этими ритейлерами я не вижу никакого смысла. Брать это под инвестицию, пока РТС находится ниже психологической зоны 1300 пунктов. Психологическая зона это. Так что при локальной коррекции я буду все это подбирать. В любом случае. Далее, компания Лента. По компании Лента у меня, на самом деле, настроение, ну, такие двояки. Но, понимаете, если брать уж сектор ритейла, ему нужно брать охватом. Как и металлургов, как и банки, как и агрокомпании. Сейчас нужно брать все охватом. Потому что, когда у нас уже, по сути, экономика восстанавливается из своего кризиса. В прямом смысле. И это восстановление сектора экономики. Не только у нас, это вообще во всем мире. Сейчас процесс начинается. То есть, постепенно набирает обороты. Поэтому и в перспективе... Ну, если брать, опять же, долгосрочность перспектива нашего рынка, там, года 2, 3, 4, то ритейлеры, они тоже себя покажут в этом аспекте. Просто проблема ленты в том, что при начале этого кризиса, который происходит сейчас, обновили исторический минимум. Сходили в моменте до 116 рублей за акцию. Это в какой-то мере, конечно, напрягает. Есть такое. Ну, а пока мы консолидируемся на диапазоне вот здесь вот. 172, дефис 159. И проблема в том, что они дивиденды вообще не платят. Лента. Это минус для акционера. Это минус. Но все-таки концепция бизнеса лента, она очень своеобразна на самом деле. Потому что многие магазины, эти гипермаркеты ленты, они базируются не в спальных районах, да, как там у Магнита, у Пятерочки. А вообще базируются какие-то на отшибе. То есть, если говорить про Москву и Петербург, это либо МКАД, либо ЗАКАД, ЗАКАДом, то есть за кольцовую автодорогу, да. Про регион, насколько я знаю, то же самое. То есть, тут такая ситуация очень довольно щепетильная. Например, продажи ленты за Петерквартал 20-го года тоже на фоне ажиотажа, они выросли. Да. Скорректированность по своим продажам тоже выросли. Они все были тупо на фоне ажиотажа за коронавирус, на самом деле. Но больше всего выросли продажи именно в Пятерке и в X5 Retail. Ой, и в Магните тоже. А ранее компания заявляла о том, что лента не планирует выплату дивидендов в 2020 году. Компания лента имеет в виду, необходимо снизить долговую нагрузку. И по МСФУ у них имеется, ну скажем так, локально внутри годовая проблема. То, что за 2019 год чистый убыток составил 2,1 миллиард рублей, выручка 117 миллиардов рублей. Да, свободный денежный поток 17 миллиардов рублей, EBITDA 33 и 95 миллиардов рублей. То есть сейчас компания делает ставку, учитывая рост выручки, они делают ставку на снижение долговой нагрузки именно сейчас. Да, в будущем это будет позитивным, в прямом смысле. Это будет реально позитивным в будущем. Но локально, конечно, чистая прибыль, она, ну, чистый убыток появляется, чистый убыток. Но опять же, учитывая то, что компания лента относится к системно-значимым ритейлерам, это как пятерка, магнит, лента, электронные компании в виде МВидео, Эльдорадо и прочего. Раньше была вообще техносила, офигенный магазин был. Очень хороший, в свое время. Жаль, что вы акции не торговались на бирже ни разу. Но эти ритейлеры не системно-значимые. На них, в принципе, весь сектор ритейла и, как бы, ну, скажем так, старается удерживаться. В первую очередь, на магните и пятерке. Фундаментально-то показатели такие. Цена-прибыль минус 28,9 пункта, средний рынок 14, промышленный 23, ПЭК 0, ПБ 1 пункт. Короче, тут фактически акция компании недооценена. Но здесь есть фундаментально, повторяюсь, причина этой снижения долговой нагрузки. И когда компания ее снизит, они сейчас ее постепенно снижают, начиная с марта 2019 года. Вот видите, прям диаграмма идет. Красная это долговая нагрузка, синий это баланс. Тут, как и в любом ритейлере, долговуха, она выше, чем баланс. Это минус, да, настоящий минус. Но они этим и живут. Они берут кредит и направят их потом на свое производство. На фоне чего и потом у них выручка растет. И после решения вопроса с, скажем так, кредитной нагрузкой, да, у них потом будет прибыль чистая расти. И даже та же компания недооценена может потом в будущем дивиденды выплачивать. На самом деле это вопрос времени, на мой личный взгляд. Ну и по ожиданиям сайта Simple Wall Street с 2022 года они ожидают, что на счет компании плачут дивиденды в размере 3% годовых. Ну, плюс-минус в ленте должна быть погашенная долговая нагрузка, на что компания ставку и делает сейчас. А технически мы видим тут довольно длительный нисходящий тренд. Давайте его обозначим сейчас технически. Вот, у нас получается. Сейчас тоже жирную линию сделан похудее, да. А то как диабетик выглядит. Вот. Ну вот, нисходящий канал проходит. Самый настоящий. Нисходящий тренд. И сейчас Snap, по сути, она торгуется на медианном значении этого нисходящего тренда. То есть, пока в ленте, в ленте, очевиден боковичок. То есть, о каких-то пока глобальных целях, я бы говорить не стал куда-то на 500, на 600. Хоть и ранее лента торговалась на уровне, там, 500 рублей за акцию, это реально было офигенная циферка, скажем так. И вполне себе реально она плюс-минус на эти значения туда придет. Но не сейчас. Сейчас компания нужно погашать все возможное, долговую нагрузку на свою деятельность. В первую очередь. И потом уже вопрос станет, как говорится, ну, позитивным будет. Так что диапазон торгов ленты, вот, можно брать такой. Это 217-145 на текущий момент времени. В пределах, опять же, нисходящего этого тренда. Хотя, рано или поздно, мы будем все равно его пробивать, а тренд нисходящий, то есть, видишь, уже потом будущего восходящего канала. Но это, опять же, вопрос, я бы сказал, наверное, ближайшего года-двух. Не все сразу, как говорится, не все сразу. Далее, компания M-Video. У нас в сообществе многие говорят про ленту и M-Video. Я скажу честно, я не знаю, откуда такая шумиха пошла. Но, блин, господа, вы говорите про очень интересные вещи, на самом деле. Почему? Это, блин, ритейлер всем значимая, на самом деле. Поэтому и, опять же, учитывая то, что... Вот смотрите, в чем факт. Преимущество X5, Magnit и M-Video онлайн-продаж в будущее. В ленте такого нету онлайн-продажа. Там все тупо прочие продажи, там пришел, булками пошевелил, купил, ушел. Все, до свидания. Молодец, пять, сядь. Все. А в M-Video сейчас основной охват в виде бонусов, в виде разных привилегий для клиента. Он идет через онлайн-сектор. Я вижу то, что компания M-Video, она его реально развивает, онлайн-сектор. Блин. И в чем факт? Это, блин, аукнется в будущем реальным плюсом. Потому что у того, что M-Video... Вы понимаете, в чем факт M-Video? Я знаю изнутри, что происходило с Техносилой в 2017 году. Вот смотрите, в чем факт. Техносила, она покинула рынок 28 июня 2017 года. Я эту дату помню. Почему? Потому что у меня в этой компании тоже работали знакомые, которые напрямую эту информацию передавали. И я с Техносилой тоже раньше был очень тесно связан. И в чем суть? Суть в том, что M-Video и Eldorado, они техносилу вышибали с рынка. В чем суть? Суть в том, что ранее M-Video и Eldorado, они объединились в один холдинг, ритейлер. M-Video drop-edifice Eldorado. Это было еще в то время. И уже потом, когда рентабельность в Техносиле начала прям видеться, блин, мы проигрываем в этот сектор. Мы, блин, нас вышибают отсюда. Там 20 лет работаем, да, там с 90-х годов, да. Ну, там 20, сколько там, 2-23 года. И все. Вышибают с рынка. И в чем суть? Блин, в Magnite и в X5 то же самое может быть. Они могут выбиниться в один ритейл холдинг, как это сделали M-Video Eldorado. Блин, они будут так просто вышибать всех нахрен с рынка пищевых ритейлеров. То же самое, что сделали M-Video и Eldorado. Вышибают всех возможных этих из сектора ритейла. Господи, всякие ДНС, всякие геймпарки. Вся эта чушь на самом деле. Объединились в один. Холдинг, да, ритейл холдинг. Первый момент. Во-вторых, они онлайн-продажи свои развивают в виде там бонусов, в виде прилиг, где клиент вообще все возможно. И при этом открываются новые магазины, блин. И берут они просто сектор охватом. Вот вам в чем факт. Поэтому MV и то же самое я рассматриваю под именно, скажем так, брать охватом сектор данный. Да я, в принципе, ее и раньше рассматривал. Просто в рыночной коррекции я другие ставки делал. Ставки делал на первую очередь сырьевые компании. А сейчас уже по факту брать именно компанию уже ритейла. Почему? Потому что, блин, в будущем они будут стоить намного дороже. Далее, переходим к техническому анализу NVIDIA. На самом деле, мне очень жалко то, что техносила покинула рынок. Потому что, блин, это... Многое меня с ней связывало в очень такое отдаленное время назад. Очень жаль, очень жаль, очень жаль. Но, господа, это рынок, это бизнес. Выживает сильнейшим. И NVIDIA и Eldorado, они... Они объединились в один сектор. То есть не один сектор, а в один холдинг. И вот они выживают теперь по сей день. И, блин, они будут выживать, они будут потом будут сектор еще сильнее оккупировать. То есть все новые компании, которые будут приходить на сектор retail technologies, да? То есть технологии, которые там продают телевизоры, компьютеры, эти мониторы, телефоны, эти смартфоны и прочее. Блин, они не будут давать другим работать в рынке. Не будут. От слова вообще. Там приедет какой-нибудь, не знаю, Вася Пупкин, да, такой бывший выходец из политех, да, политехнического института, да? Скажет такой, блин, вот у меня была мечта открыть бизнес. И там поедет какой-нибудь, не знаю, дяденька, да? И скажет там, слышь, мальчик, ты мать с ней попутал? И Вася Пупкин все. Был Вася Пупкин и нет Вася Пупкина. О, взяли и прихлопнули. Насколько я знаю, в МВидео, по-моему, там чеченская группа работает, как его, топ-менеджер, насколько я знаю. Сейчас я посмотрю, кстати, ранее интереса. И вот чем суть. В МВидео контролирующий пакет является группа Sofmar. То есть конгломерат, скажем так. Российский многоотраслевой. То есть компания, которая владеет также активами других компаний, и она владеет 42,5% МВидео, да? То есть раньше тоже, насколько я знаю, долю тех, кто создавал МВидео, у них долю просто отшибались силой. Да, это, господа, российский бизнес такой. Тут как бы уже, как бы, выживается, я не знаю. Зачем вышибают вообще всех? Как говорится, поднимаешь голову из толпы, тебе это по твоей голове там газонокосилка проезжает. Да, к сожалению, так, блин, к сожалению. Ну и вот Sofmar, они, в принципе, долей его владеют. И тут воле по неволе им Видео приходится развиваться в дальнейшем. Потому что там сейчас в прямом смысле крутые дядьки, которые на самотек не пустят этот рынок, эту компанию. Далее, фундаментал PE 10,1 пункт, средневерночный 8,1 пункт, PEC 0,4, ну и PB, цена прибыль, то есть 2,2 пункта, средневерночный 0,2. В принципе, вот в данной ситуации эти показатели, они коррелируют с деятельностью этой компании. То есть компания, в принципе, а цена справедлива в диапазоне 400-500 рублей за акцию. В прямом смысле этого слова. Но если брать ее поднавесист, то брать ее именно охватом. То, что я и планирую в будущем делать. Именно охватом. Долговая нагрузка над баланс стоимость, в принципе, это тоже все понятно. То есть массовое открытие магазинов. То есть в чем суть-то? Когда техносила покинула рынок, это у нас, смотрите, было в 2017 году, когда еще долговуха-то была нормальная, да? А, вот! Блин, вот вам перед вами. Сейчас. 31 декабря долговуха начала расти. Техносила покинула рынок 28 июня 2017 года. А, ну вот, и потом пошел дикий рост. Они просто брали охватом. То есть техносила покинула рынок. Блин, магазины-то остались. Блин, поле чистое. Блин, надо реально брать займы и валить, нахуй, сразу долбить весь этот рынок. Пока куй железо, пока горячо. По большому счету, по-другому никак. И они взяли крит-нагрузку и открывали просто новый магазин на месте техносила, и все. Вот вам вся логика. И тем более сейчас NVIDIA, они тоже какую-нибудь интересную концепцию придумали. Я это замечал ни в одном торговом центре. Вообще везде, почти везде. Вот есть магазин NVIDIA, да? А есть тупо мини-магазин, где продают NVIDIA свои телефоны. Блин, и я не знаю. То есть появилась некая, скажем так, диверсификация денежного потока. То есть, во-первых, взяли охватом весь рынок. Во-вторых, они объединились с Эльдорадо. Они вышибли техносилу. Все, брали, вообще все взяли охватом нафиг. И да, видно то, что выручка, точнее выручка растущая, прибыль маленькая, из-за чего, то есть прибыль чисто немного падает. Почему это связано? Это связано с тем, что они сейчас долговуху будут погашать. Долговуху в прямом смысле. Вот. А прибыль, она все равно будет из года в год растущая в NVIDIA. Именно выручка имеется в виду. Денежный поток. Почему? Потому что эти ребята, повторюсь, охватом берут весь этот сектор ритейл-технологий. Тут поэтому я еще раз говорю, что если появится какой-то, в кавычках, конкурент, они его вышибут нафиг. Почему? Потому что они сейчас, NVIDIA, и в онлайн тащатся сейчас, да, вообще куда только не идут, блин. Вышибают вообще всех. Как и магнит, как и пятерка. Блин, еще раз. Магнит и пятерка, они могут вообще в один холдинг объединиться, блин. Могут. И они будут вышибать уже других ритейлов. Они там, не знаю, компанию Dixie на парашу посадят. В прямом смысле этого слова. По-другому никак не могу сказать. Вот то же самое с NVIDIA Eldorado. Блин, любую компанию, которая в рынке, там, геймпарки, вся эта чушь, чушня. Они просто их хлопают и все. И нету компании. Доля в рынке не увеличивается никак. А доля в рынке не увеличивается, это что, блин, нерентабельность. Какой-то да, время там уже прибыль порасти, и потом она, блин, упадет. А что тогда компания делает-то главе компании? Глава компании все будет последние волосы вырывать, причем не на башке, а на заднице. Вот вам вся эта ситуация в экономии, это в бизнесе российском. Выживает сильнейшим, в прямом смысле. И вышибает всех новичков. DVD на доходность компания находится, ну, плюс-минус на уровне, там, кстати говоря, как-то странно пишется, 15% годовых. Надо посмотреть сейчас. Не, не 15%, ну, примерно. Наверное, они платят 60% от чистой прибыли, блин, нормально на самом деле. Вот, и див доходность здесь, ну, 6-7% годовых получается в среднем. Это, опять же, исходя из рыночной стоимости на акцию. То есть, компания уже на 1 июля сказала, что дивидендов у нас не будет. Девиденд, то есть, как бы, как говорится, чао, пока, всего доброго, до новых встреч. Как бы прибыль, не прибыль, а дивиденд планируется на конец этого года. Почему так? Потому что компания платит 2 раза в год дивиденды. Ну, опять же, временами тут, например, в 14-м году он платил дивиденды июль-декабрь, да? Ну, так совпали звезды, прибыль так совпала, да? Потом они в 19-м году, например, платили в декабре, только потом был 16-м год. Ну, короче говоря, когда в компании большой денежный поток имеется, компания деньги эти платит, в прямом смысле. Если говорить про перспективу, вот уже давайте технический анализ перейдем, то довольно весомо тут можно говорить про MVDO. То есть, такой вот фактор, я бы сказал, довольно весомый в нем будет. Пока про торговки в боковом диапазоне, очевидно. То есть, вот, боковой. 360, дефис, 448. Выше не дадут пойти, ну и ниже тоже. Выше нужен какой-то драйвер прям существенный, чтобы пойти выше торговаться. Это либо дивиденд, либо онлайн, ой, либо прибыль даже к этому максимально сильно вырасти. И при этом, если смотреть на долгосрочную дистанцию, то, ну, самый оптимальный диапазон торгов MVDO это плюс-минус 360, ну, точнее даже, округлим, 400, дефис, 500 рублей за акцию. Пока это самое оптимальное, потому что, как говорится, компания пока еще долю в рынке еще захватывает. Не охватывает, а захватывает. Тут прям реально такая рейдерская контора, по большому счету. Они месяцель до рада, всем этим промышляют. На фоне чего и в дальнейшей прибыль MVDO будет только наращиваться. Имеется в первую очередь выручка. И если это выручка, то это погашение на долговую нагрузку. Пока о диком росте чистой прибыли говорить не стоит. И пока уже в результате кризисное время, то о дивидендах говорить тоже пока не стоит. Но, блин, это все вопрос времени. То есть, чем выше дивиденд, тем выше будет цена на акцию MVDO. Поэтому и данный сектор лучше уже брать, наверное, охватом. В принципе, на этом все. Я думаю, итог вы поняли, что я сейчас ставлю акцент именно, в первую очередь, на инвестиционный пакет, портфель. И стараюсь брать именно компании российского рынка, именно охватом, то есть по отраслям. То есть это газа, нефтегаз, ритейл, сельхозкомпании, телекомы даже, авиакомпании тоже планирую в будущем брать, транспортную, то есть компании и прочее. То есть сейчас самое оптимальное брать именно все сектора экономики российской охватом. Почему? Потому что большая часть этих акций на компании, они реально дешевые. Блин, и они будут дороже только в будущем. Потому что воле поневоле наш рынок, он будет тупо переоцениваться в будущем. Потому что, ну, блин, он не будет в боковике еще ходить долгое время. Он не будет в волообразной формации ходить. Тут, блин, и так уже у нас по всем техническим, фундаментальным формациям, блядь, экономическим уже наш рынок должен вверх вылетать. Опять же, не в течение года, а в течение двух-трех лет, в зависимости от разного рода экономических и товарных факторов. Поэтому со свободным денежным потоком я, в принципе, и откупаю сейчас все возможные активы. Именно беру компанию охватом. Вот остается только купить именно сектор ритейла именно охватом. Вот магнит пятерка M-Video вполне. Лента? Блин, я не знаю, честно. С одной стороны, можно было бы, но с другой стороны, нужно с ней как-то аккуратнее. Потому что компания в рынке проигрывает свою долю. Это проблема. Но именно олигополистов ритейл-сектор, это магнит пятерка и M-Video, блин, конечно, стоило бы подобрать. Не прямо сейчас, но в перспективе, опять же, будущей, скажем так, локальной коррекции, какая должна быть в нашем рынке в любом случае. Потому что, блин, уже, как говорится, мы немного перегреты. Да и после дивидендного сезона уже наш рынок, опять же, пускает свободное плавание. И тут воле-поневоле процентов 5-10-15 коррекции показать. Мы просто кровь из носа, но обязаны. Потому что, блин, перегреваться дальше, да извините меня, это как, не знаю, человека заживо в котле варить. Вы что, издеваетесь, что ли? С ума сошли? Нет, конечно. Так же, как так. И поэтому, господа, вот кто меня спрашивает, как правильно в процент соотношении от капитала общей суммы капитала направлять на покупку акций? Господа, равными долями, просто равными долями откупайте и все. Условно говоря, у вас там 12% нефтегазовая секция, 12% банки, 12% ритейлеры, 12% сельхоз, 12% энергетики и все. То есть, в таком формате. И откупайте именно охватом. То есть, не по одной компании сектора, а именно охватом. Почему? Потому что, когда будет уже полноценное восстановление именно нашего рынка, не американского, который сейчас просто опузырил, а нашего, который, сука, недооценен, то у нас эти компании будут выстреливать одна за другой. То есть, неизвестно, кто будет первой выстреливать. Непонятно это. Поэтому нужно брать охватом, и они в любом случае будут переоцениваться путем фундаментального своего фактора в первую очередь. Рост прибыли ведет к росту дивидендов. Рост дивидендов – это уже дальнейшая переоценка акций компаний в рост. То есть, дороже будет в рынке стоить. Я думаю, вам максимально подобную тему объяснил. Понимаете, в чем факт? Сейчас нужно работать не в краткосроке, не спекулятивно. Сейчас нужно работать в прямом смысле инвестиционно. По-любому. Играть в долгую. По-другому никак. Работать в долгую. Я понял, что спекулятивно тоже нормально работать. То есть, заработал там в месяц 100 тысяч. Да, все. Живешь, радуешься, откупаешь на 70 тысяч рублей. Еще акции 30 тысяч на себя оставляешь. Ну, кому как, опять же. Но, потому что, опять же, исходя из своего опыта, блин, в долгосроке реально все окупается. В прямом смысле. Тут такой фактор, в принципе, он и очень отчетливый. Отчетливо-видимый, скажем так. В принципе, на этом все. Получилось очень длительное видео. Обзор эти этого сектора ритейла. Акции этих компаний. Магнит, пятерочка, лента, инвидио. Надеюсь, он был для вас полезный. На этом все. Подписывайтесь на канал. Биржевик. Канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли. Аналитика. Обзор акций. Облигации. Технические, фундаментальные. А также торговые идеи, которые рекомендации ей не являются. Я к сегодня, естественно, подкладывать не стал. Почему? Потому что, блин. Я с 6 утра сегодня на ногах. Вот. И сейчас тоже это видео я записал. Сейчас опять поеду я по своим другим делам. Как говорится, вопрос на ту же сейчас. В максимальной мере быстрее разруливать. Потому что они уже стали прям конкретным ребром. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотные стратеги. Наши главные союзники. У нас имеется телеграм-канал Биржевик. А также ВК группы Биржевик. Там поиск новости, аналитика, технический анализ. Фундаментальный анализ акций, облигаций. Мнение, как говорится, очень именитых экономистов. Мирового рынка, скажем так. Те ребята, которые предсказывали кризисы. И все возможные экономические последствия для фондовых рынков. В связи с определенными негативными факторами в мире. То есть есть, что почитать. Есть на что акцентироваться. И есть на чем заработать. На этом все. Благодарю за внимание. И до свидания.